Сегодня у нас новая прогулка по Парижу, и сегодня я вам предлагаю узнать, почему именно сегодня парижане стоят в очередях. Затем мы с вами зайдем в магазин, где одежду можно купить на килограммы, то есть вы платите по цене за килограмм, и еще очень необычная гостиница, которая расположилась в здании 17 века. Но сначала по традиции зайдем и выпьем чашку кофе. Субтитры создавал DimaTorzok чашка кофе, настоящий кофе итальянский. Бурмон, то что называют, и стоимость вот этого всего 10 евро. И три сока смешанные, цитрусовые, да? И стоит это 7 евро и 50 копеек, и 50 центов. В общем, цены, надо вам сказать, парижские. Субтитры создавал DimaTorzok Музей Монетный двор, это называется, да? Здесь до сих пор чеканят монету, кстати. И находится также музей, который можно посмотреть, знаете, какой интересный фонтан. Мы с вами сейчас находимся в квартале Saint-Germain. Это вот одна из художественных галерей. Это, кстати, одно из знаменитых кафе, ресторанов. La Palette называется. Известно с 1902 года. Здесь сидит местная, местная буржуа. Кварталы Saint-Germain-des-Prés, о которых я рассказывала, кстати, на ютюбе. Парижане Saint-Germain. Можете зайти на мой канал ютюб и посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В магазинчике субтитры создавал DimaTorzok Килограмм. То есть, например, объясняю. Если вот эта ковтенка стоит 60 евро килограмм, вам ее взвесят, и вы заплатите столько, на сколько она взвесит. Если, скажем, 200 грамм, вот считайте от 60 евро сколько будет 200 грамм. Одежда на килограммы И даже кимоно. Смотрите, джинсы. Сейчас посмотрим, какие здесь цены. Смотрите, если с зеленой обозначение 30 евро за килограмм, если с красной 20 евро за килограмм. Вот по килограммам на бульваре Сен-Жермен. Смотрите, какие симпатичные шелковые платочки. И вот эти тоже. В общем, такой винтажный магазинчик. Смотрите, как это все видит. Надо посмотреть только. Смотрите, как это все видит. Надо посмотреть только. О, шоколад даже, слушай. 16,50. Я ценю тоже немаленькие, надо тебе сказать. А это 21 евро. Вот в Донвассе сходу. Французская еда. Рю Донель, то есть Нельская улица. И вот так, проходя мимо, смотрите, я нашла вот такую гостиницу. И нам повезло. Человек, который работает здесь в администрации, он нам дал даже ключи. И мы сейчас зайдем с вами, посмотрим номера. Это, кстати, 17 век. И посмотрите, посмотрите, какие старинные потолки. Так что, если кто-то из вас собирается в Париж, вот вы можете приехать сюда. Сейчас я еще получше попробую вам показать. А это старинный камин сохранился. Так, нам дали ключи от гостиницы. Вернее, от номеров, чтобы мы посмотрели старинные номера. Пошли посмотрим. Внутренний садик. Вау! Только для гостей этой гостиницы. Заходим, а там двое. И номера гостиницы. О, современный, смотри, туалет современный. Душ. Здесь просто выход как-то, да? Туда. Вот тут еще дверь идет. Идет. Как, по-твоему, это на двух человек или на одного? На одного это, да? О, Египет. Египетские. Он не сказал, сколько стоят здесь номера. Сейчас еще выше, вот по этой лестнице, мы с вами еще один номер посмотрим. Гостиницы. Второй номер, он в стиле африканском сделан. Вот, маски африканские. Эрафрик. Так, шкаф. Ой, ну очень жарко здесь. Кондиционеров, конечно, нет. Вот. Давайте я вам покажу еще вот эту лампу. Вот она. Вот. И потолок старинный. Опять на внутренней дворике. Вентилятор вместо кондиционера. И дальше мы пройдем, посмотрим в ванную комнату, туалет. Ну, совершенно нечем дышать. Такая здесь жара. Так. Туалет и душ. Вот так вот примерно. Давайте я вам еще покажу этот вид. Вот так. Такая комната. Небольшая совсем. Теперь давайте пройдем на свежий воздух. Сейчас. Осторожно. Смотрим под ноги вперед. Тихо, спокойно. Городского шума не слышно. Такие дворики. Где-то музыка играет. Вот такая гостиница. Это стоимость тарифа на одного человека 85 или 100 евро. На двух человек 85, 100, 120 евро. Завтрак 15 евро дополнительный. Дальше. Ну, как известно, здесь национал. Стоимость. Их будет. Дальше. Продолжение следует... Елисейский дворец президентский можно посетить. Так, давайте посмотрим. Здесь стоит палатка. И вот здесь проверяют сумки у посетителей. Когда президентом был Жак Ширак, он всегда первых 10 посетителей сам встречал и сам им проводил экскурсию по президентскому дворцу. Делает ли это нынешний президент? Не знаю. И вот здесь, видите, проверяют сумки. Вот она стоит очередь. До ковидные времена французы просто занимали рано утром, ночью еще очередь. И стояли где-то 4-5 часов примерно нужно было выстоять, чтобы попасть в президентские дворцы. Но сейчас это все делается уже по-другому. Сейчас это записываешься на сайте, тебе дают время посещения и приходишь с паспортом. И вот так вот раз в год ты можешь посетить президентский дворец или сейский дворец. Каждый год во Франции, обычно это третье воскресенье, суббота и воскресенье месяца сентября, проходят дни национального достояния. Только в эти дни можно посетить бесплатно все музеи французские по всей Франции, в том числе Парижа. И это единственный раз в году, когда можно посетить президентский дворец, можно посмотреть, где работают министры французские, можно посетить посольство иностранных государств, банк Франции, ну и много чего можно посмотреть. Правда, нужно стоять в очереди какое-то количество часов или записаться в электронную очередь, теперь записываются на сайтах того или иного учреждения. Президентский дворец, вот он здесь, здесь большой парк находится, там в глубине сам дворец. Ну, здесь дорога перекрыта на улицу Фубур-Сентон-Оре, так что я сейчас пойду какой-то другой дорогой. Иду по Рюди Сех, как это называется, улица Цирка, и должна выйти на Фубур-Сентон-Оре. И, слушайте, могу вам сказать, что здесь просто пахнет деньгами. Это один из самых дорогих кварталов Парижа. Ну, вот так издалека покажу еще эту очередь. Эта очередь стоит в Министерство внутренних дел Франции, который министр работает также в старинном особняке 18-19 века. Сузи называется. Могу вам сказать, что лично у меня нет никакого желания стоять в такой очереди. Вообще французские министры, это же тешит их самолюбие. Представляете, работать в особняках 18-19 века, в роскоши, старинной мебелью. Это улица Фубур-Сентон-Оре, и вот с правой стороны это и есть президентский дворец, но уже другой официальный вход. Давайте пройдем, посмотрим тоже. А выходит вот здесь, через этот вход на Фубур-Сентон-Оре. В двух шагах от президентского дворца находится американское посольство. Вот видите, звездно-полосатый, приспустили, видимо, в знак траура по усопшей королеве. Здесь я подошла к посольству Великобритании, где очень много цветов заложили. Ну, не очень много, но есть. Вот здесь вход. Вот этот великобританский флаг вам покажу, тоже приспущенный, знак траура. И посольство Великобритании тоже можно посетить. Тоже проверяю здесь документы. И вот эта очередь стоит, чтобы посетить посольство. Какая странная реклама. Кто, по-вашему, это мужчина или женщина? Кто, по-вашему, это мужчина или женщина? Ну, и, как видите, еще одна очередь. Это уже в Бурбонский дворец. В Бурбонский дворец здесь работает Национальная ассамблея. Нижняя палата французского парламента. Секретариат государственный работает, который занимается экономией, солидарностью. И, слушайте, очереди нет. Сказали, заходите. Давайте посмотрим. Как говорят французы, сейчас я сумку свою здесь покажу. Пожалуй, сначала водички попью. Ну что же, туда, куда заходят только чиновники, один раз в году можно зайти к простому смертному. Давайте посмотрим, как они работают, в каких условиях это чиновники. Во-первых, мы проходим какой-то зал. Видимо, здесь чиновники работают. Секретарь. Смотрите, камин с зеркалом. Я вам хочу показать, что это все-таки старинные интерьеры. И у нас... Это я в зеркале. И я сейчас пойду в сад. Посмотрите, какой симпатичный внутренний двор. Даже это не двор, это огромный сад. Зеленый. Когда проходишь по улице Гринель, там ни одного деревца зеленого нет. А здесь, смотрите, какие цветы. О, хотели бы так работать. Вот, с таким тихо, спокойно, с видом в сад. Вот так я вам издалека покажу это здание одноэтажное. Как видите, вся мебель современная. Интерьер, естественно, XVIII века. Это эпоха Людовика XV. Вот еще одна комната, еще один кабинет. Вот, теперь у меня появилась возможность вам получше снять этот зал. Это, наверное, зал ожидания. Замечательные орхидеи. Ну, понятно, что это особняк большой. Это второй этаж. Лестница, но это уже закрыто для посещения. Но орхидеи шикарные. Ну что же, посмотрели особнячок. Секретарь, секретаря по экономике. Пойдемте дальше. Вот это есть улица Гринель. И вот там, где флаг французский развивается, здесь находится Министерство образования. Тоже очереди нет, но уже решила не заходить. Наша прогулка подошла к концу. Надеюсь, что вам было интересно. Если хотите поддержать развитие канала, смело жмите на ссылку под этим видео. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо вам за ваши доброжелательные комментарии. И до новых встреч на канале о Франции не только. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok